В этом году Россельхозцентр нас предупреждал о возможности проявления фузерезных заболеваний, так как погодные условия складывались таким образом, тепло и влага, дожди, что риск был большой. Во время проведения осмотра полей у нас в районе есть такая традиция, мы объезжаем поля фермеров, соседних хозяйств. И на некоторых полях я наблюдал большую процентовку белых колоссев, это первый признак фузереза, что он там проскочил. На некоторых полях был до 20-30%. Такая болезнь может уничтожить до 30-40% урожая, но о качестве там и говорить будет уже не о чем. В части озимой пшеницы стремимся получать ту же качественную продукцию. Достигаем это севооборотом, интенсивным минеральным питанием, правильным подбором сортов, репродукционным составом, ну и технологией защиты от вредителей и болезней. Сейчас очень большой диспаритет цены, ценовой разрыв между пшеницей 5 класса и качественным зерном. Поэтому особое внимание уделяем получению качественного зерна. Мы понимаем, что наиболее опасным заболеванием колосса является фузариоз. В защите пшеницы от этого заболевания мы уделяем особенное внимание. Подбираем сорта устойчивых к фузариозу колосса с учетом предшественника. Подбираем фунгициды. Особое внимание нужно уделить вопросу времени обработки против фузариоза. Если вы увидели в поле фузариоз, смысла работать уже нет. Работать нужно профилактически. Если мы видим, что условия складываются неблагоприятным образом, видим, что у нас сложный предшественник, неустойчивый сорт, может так и получиться, то обязательно нужно проводить обработку профилактически в фазу цветения пшеницы. Если в зерне будут обнаружены микотоксины, мы не сможем это зерно отправить на экспорт. Микотоксины это фактор, который определяет пригодность корма. Они негативно влияют на продуктивность скота. Мы стараемся, прилагаем все усилия для того, чтобы получать продукцию свободную от микотоксинов. Большое значение имеют сроки уборки. Они должны быть сжатыми. Наше предприятие занимается выращиванием в основном зерновых культур. Зерновые культуры выращиваем для того, чтобы обеспечить 100% для приготовления комбикорма, для выращивания бройлера. Но в птицеводстве, конечно, очень большие требования. Не допускается никаких метатоксинов, так как это очень сильно влияет на качество мяса. Но, естественно, могут быть падеж. И это очень плачевно. Для нас очень важен при выращивании зерновых элемент из технологии обработка по колосу. Да, многие предприятия не обращают внимания, что не все фунгициды при работе по колосу, не все работают на 100%. У нас своя пивоваренная компания. Мы поставляем весь ячмень практически на нее. Ну, что касается ячменя, впоследствии, это очень важный показатель по крупности, потому что он разделяется по классам. Потому что если будет маленькая крупность, его никто не возьмет. Это только фураж. А пивоваренный стандарт, это не меньше 85% крупность должна быть. Это на второй класс. Соответственно, мы стараемся, чтобы всегда по крупности он был ниже 95%. И за это делаем всегда защиту колоса, особенно, чтобы крупность была всегда на высоте. Препараты выбираем тоже, соответственно, их не такая расширенная линейка. Там есть всего рабочих 3-4 препарата. Вот ими только и работаем. Расход рабочего раствора, в основном, мы придерживаемся 200 литров. У нас нет ни ультрамалообъемного, и нет завышений каких-то, потому что мы смысла в этом не видим. Там более какие-нибудь такие серьезные защиты, ну, мы добавляем до 300 литров. Это когда вот по колосу работает. И проблематично, конечно, пробивать все, чтобы до конца. Уже бывает, конечно, это невозможно сделать просто уже физически. От густоты стояния, соответственно. И бывает немножко, соответственно, и проблематика. Соседний хозяйство, допустим, у них другая технология. Они могут вообще фунгицидами не работать. И получается, через метр у нас поля. Соответственно, идет заражение от них. Чем больше урожай, тем больше проблем получается от этого. И к этому уже надо более серьезную защиту подводить, подать все.